Информационную бомбу сегодня взорвала Нью-Йорк Таймс. На ее страницах появилась статья о том, что нардеп от радикальной партии Андрей Артеменко якобы передал окружению Трампа так называемый план мира. Пункты в нем весьма неоднозначные. Отдать Крым в аренду России на 50-100 лет взамен на освобождение Донбасса, а деньги за аренду направить на восстановление оккупированных территорий и снять санкции с России. Это план, который передал советнику Трампа украинский депутат от радикальной партии Андрей Артеменко. Новость сразу стала сенсацией. Попала на первую страницу американской газеты Нью-Йорк Таймс и вызвала скандал в украинском политикуме. Достаточно радикально отреагировал сам лидер радикалов. Мы Украиной и территориями не торгуем. Именно поэтому я сегодня официально вернулся к Андрею Артеменко. Под прикрытием депутатского мандата просвать сепаратистские идеи мы никому не позволим. Артеменко радикалы вызвали на ковер, созвали заседание и исключили из состава фракции. Перед его началом нардеп сообщил журналистам. План вынашивал давно и не он один. С ним работали еще несколько десятков депутатов из разных фракций. Как из правящей коалиции, так и из оппозиции. Но кто именно фамилии не называет. Главное, для чего это все сделано. Для того, чтобы в будущем встрече, которая будет происходить между Путином и Трампом, чтобы украинское вопрос там стояло первым. Что именно на этой встрече была подписана мирная угода относительно регулирования украинской кризи. Вот моя мета. Я считаю, что Украина и украинский народ, который обладает полностью полнотой владой в украинской государстве, согласно Конституции, должен решить на всеукраинском референдуме не только статус Крима, не только статус ДНР и ЛНР, а вообще куда мы идем, какая наша мы так. Помимо плана, Артеменко, как пишет New York Times, передал окружению Трампа и компромат на первых лиц государства. По словам нардепа, раздобыл их благодаря Валентину Наливайченко, экс-главе СБУ. Он уже подтвердил эту информацию и добавил, что сам в январе отдал все собранные доказательства о коррупции в высших эшелонах в Министерство юстиции США. А вот о планах Артеменко относительно Крыма Наливайченко ничего не знает. Уверяет, полуостров есть и будет украинским и предлагает внести изменения в Конституцию. Дописать, что при аннексии России Крым остается территорией Украины. На новость уже отреагировали и в Москве. Узнав о появлении мирного плана, в российском МИДе Сергей Лавров заявил, правила игры менять не собираются. У самого себя арендовать ничего невозможно. Я даже не могу больше ничего добавить. Вот показывает, что будут продолжаться попытки переписать правила игры. Согласится ли Андрей Артеменко сложить депутатский мандат, неизвестно. По крайней мере, пока он такого желания не изъявлял. А радикалы требуют от СБУ расследовать этот инцидент. Алла Матюшок, Никита Исайко. Подробности телеканал Интер.